Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. Все мы сейчас живем ожиданием одного из самых больших, важных и светлых православных праздников – Пасхи, Воскресения Христова. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа – первая действительная победа жизни над смертью. И сегодня о приближении Пасхи и о предпасхальной неделе Страстной Седмицы мы и поговорим с нашим гостем, благочинным церквей Одинцовского округа Московской епархии, Архимандритом Нестором. Прошу прощения, батюшка. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и, конечно, сегодняшний наш разговор о Пасхе, но начать, конечно, хотелось бы с несколько иного события. Я думаю, что все наши телезрители в курсе произошедшего в Санкт-Петербурге на днях страшного теракта. И хотелось бы узнать, как русская православная церковь реагирует на этот теракт, что в этой ситуации может сделать и делает РПЦ. Ну, во-первых, как реагирует? Дело все в том, что церковь – это здание, но не только. Обычная церковь – это духовенство, да, но это не главное. Церковь – это народ Божий, который един в своей вере. А народ наш и Россия – это не разрывные понятия. Народ русский. Почему русская церковь называется-то? Как народ реагирует? Да, я думаю, вопросов нет ни у кого. Для всех нас это боль и скорбь. В тот же день, и также на следующий день, во всех храмах русской церкви были отслужены заупокойные панихины. Во всех храмах духовенство призывает народ сплотиться, быть едиными, осознавать себя единым целым. Только тогда, когда мы едины, ничто не сможет нас побороть. Ну что ж, и вернемся к теме, основной теме нашей сегодняшней передачи. Действительно, совсем скоро главный праздник, возможно, центральный праздник православия – Пасха Христова. И что в оставшиеся до Пасхи дни может и должен успеть сделать православный верующий человек? Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить. Вы очень кратко и очень сжато изложили суть праздника Пасхи о своем вступительном слове. Поэтому мне повторять уже не надо. Действительно, до Пасхи осталась практически неделя. Помните, предыдущая наша встреча, я говорил о том, что... Не думайте, что Великий пост – это длинный промежуток времени. Пролетит так, что не успеете оглянуться. И вот время пролетело. И вы задаете теперь вопрос – а что можно успеть? Можно успеть. Много чего можно успеть. Даже те, кто не постились... Вот есть известные слова Иоанна Златоустова, которые читаются на Пасху. Те, кто пришел в первый час – придите, радуйтесь. Те, кто опоздал, пришел в пятый час – также приходите. Ну, а кто пришел в двенадцатый час – не смущайтесь. Приходите. Потому что праздник Пасхи, он объявляет всех нас. И всем нам дает смысл и радость в жизни. Ну, а что сделать сейчас в оставшиеся? Ну, остановитесь. Хоть действительно чуть-чуть подумайте. Тем более, вот есть некоторые, уже немножко повторяюсь, конечно, говорят – я вот люблю Бога, вот, но вот в церковь не хожу. Вот предстоящие дни, особые дни. Вот завтра Благовещение, праздник, который, собственно говоря, начинается, история нашего спасения. Вербное воскресенье. И переходим к страстной. В эти дни церковь вспоминает последние дни жизни Господа Иисуса. Его предательство, тайное вечеря, взятие под стражу, суд, распятие, сошествие в ад и воскресенье. И вот уже не раз говорили, мы касались этой темы, когда говорят, что я вот, конечно, Бога вера, но церковь-то не хожу. Но когда человек говорит, что вот, вот есть дни, когда все-таки надо побыть с тем, кого ты любишь, если ты любишь его действительно. В самые трудные дни молитвенно сопереживать. Кажется, я уже приводил пример такой же, что я вот люблю своих родителей, но вот когда они там болеют, навестить, ну нет у меня времени, хотя я их люблю. И говорили о том, что ну ложь это все тогда. Да, применительно к человеку сразу фальшь чувствуется. Да. А почему-то, когда говорим к Богу, ну... Приход в храм. То есть главное... Придти в храм, участвовать в службах. Прекратить творить зло. Прекратить осуждать. У нас есть телефонный звонок, я, чтобы не держать долго нашего телезрителя, давайте ответим и продолжим нашу беседу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос благочинному, вы на линии. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Юрий, я прихожанин Кребнинского храма. Поздравляю вас с наступающим праздником. Вот, и мне такой вопрос. Мой родственник некрещеный, вот могу ли я за него молиться? Ну, человек он хороший. Ну, а почему нет? Очевидно, хороший, но неверующий. Неверующий, пожалуйста, он некрещеный. Спасибо за вопрос. В Священном Писании говорится, молитесь за всех человеков. За всех молиться можно, тем более, вы знаете его, молитесь. Но здесь всегда надо разделять два понятия. Ваша частная молитва и молитва церкви. Церковь за богослужением. Поминает только ее членов. Вот известные записки. То есть писать за некрещеного записку не полагается. Нет. Вот. Потому что церковь в общем молится за всех. За все творение Божие. Но когда поминаются члены церкви, живущие или уже отшедшие в жизнь вечную, то тогда не подается, не записки не пишутся, не крещеные. А частная личная молитва, конечно, молитесь. Ну что ж, я думаю, ответ Юрия Ищерпова еще получил. Ну и что ж, вернемся к нашему разговору. Действительно, посетить церковь, приобщиться к службам праздничным, предпраздничным, которые идут, то есть это одно из самых важных дел, которое еще можно сейчас успеть сделать за эти последние несколько дней. Потому что ведь жалко будет, когда придет праздник, не почувствовать всей полноты радости, всей полноты единения с ним. А праздник этот бывает раз в году. Ну и те, кто не смог, скажем, не постился весь Великий пост, Страстная неделя тоже дает им, наверное, возможность приобщиться. И именно Страстная неделя для поста, наверное, может быть, даже наиболее важная. В Великую Среду, Великий Четверг, Великую Субботу, ну и в ночь или днем пасхальную. Батюшка, Вы уже упомянули о том, что 7 апреля православные христиане отмечают один из тоже великих двунадесятых праздников, Благовещение. В нескольких словах о сути и традициях этого праздника, потому что все двунадесятые праздники так или иначе связаны. Да, с этого двунадесятого праздника, собственно говоря, и начинается, вот есть такое церковное, богословское выражение, домостроительство нашего спасения. Благовещение, когда ангел возвестил Пресвятой Деве о том, что она зачнет и родит младенца. И этот младенец Великим наречается. С этого самого момента начинается история нашего спасения. И не случайно ведь 7 апреля, отсчитайте 9 месяцев, так... Это Рождество. Это Рождество. Вот. Радостный праздник, что Бог нас не забыл. Не бросил нас одних барахтаться вот в этой тине, в этой грязи, а протянет нам руку помощи. Ну и в двух словах вот такой, скажем, конкретный уже вопрос, как причащаться в Светлую Седмицу, и меняется ли молитвенное правило при подготовке к причастию на Светлой Седмице, вот если можно, в двух словах. Вы знаете, сразу начну со второго. Молитвенное правило, оно не меняется. Оно не столь длинное, чтобы нельзя его было вычитать, так? Конечно, основной вопрос и дилемма была для многих раньше. Как быть? С одной стороны, всю Светлую Седмицу служатся литургии. Служение литургии предполагает, что люди, которые находятся на ней, они должны причащаться. Но с другой стороны, если причащаться, значит поститься. А как можно поститься в Светлую Седмицу, когда поста нет? Когда, да, разговляются люди, что называется. И Священный Синод нашей Церкви сделал специальное разъяснение, что в Дни Светлой Седмицы можно подходить к Святой Чаше, то есть причащаться, не отказываясь от скоромной пищи. Только естественно подразумевается, что человек этот день или перед этим днем проводит так, как полагается, не пивается, вином. У нас есть такие любители переборщить. То есть ведут нормальную христианскую жизнь. В эти дни, пожалуйста, можете приходить и причащаться без того, что вы воздерживаетесь от скоромной пищи. Только естественно с утра причащается, все равно с утра натощек. У нас есть еще один телефон. Батюшка, предлагаю ответить нашему телезрителю и двигаться дальше по нашему эфиру. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос благочинному. Добрый вечер, меня зовут Олег. Скажите, пожалуйста, как правильно исповедоваться? Нужно говорить все подробно или не обязательно, можно без подробностей? Ответите, пожалуйста. Спасибо большое. Во-первых, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо коснуться вот чего. А что такое исповедь? Исповедь – это раскаяние в своих плохих поступках. Вот то, что вы сказали, я вам отвечу. Не так и не так. Каяться надо. Ни в коем случае нельзя каяться. Ой, грешен словом, делом, помышлением. Это ни о чем. Вот, когда человек каяться, вот он, вот, приходит священник и говорит, вот, знаете, что, вот, мать я обидел. Вот, вот, или еще что-то. Вот то, что у него, вот, совесть нитет. Вот, священник, как правило скажет, поди примирись с мамой. Ну, чтобы у нее на сердце было. Мир. Мир. И у тебя. Вот. А когда просто идет перечисление, механическое, зачастую ведь, еще бывает, знаете, выписывают эти записочки. Чтобы, не дай бог, как говорится, не забыть. И все это повторяется одно и то же. И получается, результатов-то исповеди-то нету. А ведь, что такое исповеди-то, человек кается, понимает конкретный грех и обещает Богу исправиться. А если просто идет перечисление, механическое, главное, перечисление, то... Но ведь и у священников бывает разный подход. Ведь есть строгие батюшки, которые заставляют все досконально вспоминать, а есть те, которые к быстрому перечислению относятся тоже снисходительно. Вы знаете, что? Принцип такой. Если человек покаялся, в каком-то грехе его больше поминать не надо. Если только он по новой не грешит. А если человек заранее под ксерокс готовит одни и те же вопросы... Чтобы 50 написал, да, и всегда их... И все время... Значит, он уже заранее знает, что он будет продолжать так же делать. Ну, получается, это профанация. И не случайно церковь всегда осуждала вот редкий подход к исповеди. Знаете, вот там бывает раз в год некоторые, или три раза в год, почему за это время все стерлось. Когда человек, у человека, предположим, неделя, он ее легче анализирует. Он понимает, что ему удалось, а что не удалось. А в чем он остался, грешен? Да, это первое. Второе. Надо еще понимать, что если вы подходите к исповеди, и такой вот серьезной... Во-первых, у вас должен быть духовник. И вы должны выбирать время не тогда, когда перед литургией, или во время начала литургии, идет служба, а тут перечисляются грехи. Надо выбрать время и не жалеть его потратить, прийти накануне. Вот в Георгиевском, в Гребневском постоянно дежурные священники, которые, не торопясь, спокойно примут у вас исповедь. И тогда это будет не профанация, а действительно духовная нормальная беседа. И тогда не станет вопрос, как перечислять подробно или коротко на бумаге. Потому что исповедь – это беседа и осознание того, как быть дальше. Вот так бы я ответил. Спасибо за ответ. Я думаю, что Олега он удовлетворил. Теперь бы хотелось спросить тоже о такой конкретной вещи. Церковь призывает людей проводить время перед Пасхой и в молитве, и в ограничении в пище, в посте, но и, по возможности, в добрых делах. Понятно, что для священника, скажем, пост – это обязательно, не то что для мирского человека. Молитва тоже. А вот что касается… И для мирского человека молитва и пост тоже. Скажем так, она желательна. Но для батюшки, для священника – это просто обязательно. Без этого он просто не будет священником в прямом смысле этого слова. Что касается помощи ближнему добрых дел, вот здесь непосредственно сама церковь, как отмечается в таких вещах? Ну, давайте вот я вам приведу. Рассказывать здесь можно много. Я хотел бы привести вам два конкретных примера. Первое, вот 28 марта в Московской области проходил епархиальный, то есть всеобластной день православного донорства. Во всех благочинениях или районах по-светскому церковью организовывались пункты сдачи крови. В Одинцовском районе 28 марта, это проходило в православном центре при Гребневском храме, явилось более 130 человек, но не всех врачи допустили до сдачи крови, сдали около 40 литров крови. Это первый пример. И второй пример. Вот совершенно, буквально пару дней тому назад, началось реализовываться сотрудничество Одинцовского благочиния, и я назову по-старому медсанчастия, по подготовке патронажной службы. Проходят курсы обучения люди, православные люди, которые готовы нести патронажную службу. Может быть, не всем понятно, что это патронажная служба. У нас уже давно, в 123-й, ведь лежат, бывают пожилые люди, одинокие. Не всегда у нянечек есть время их перевернуть, помыть, оказать помощь. Есть люди, которые живут дома, и нету сил ни приготовить, ни сходить за продуктами. И вот уже у нас, во-первых, сестричество, в нем около 40 человек, которые осуществляют эту патронажную службу. Но теперь это уже ставится на профессиональный уровень, с тем, чтобы знать, как, предположим, правильно перевернуть больного, как оказать ему первую медицинскую помощь, как, ну, я не знаю, там... Там у желания помочь, ну, конечно, хорошо, но недостаточно. Так что я обращаюсь, если кто-то из наших зрителей хочет принять участие в этом, пожалуйста, мы будем очень рады. Приходите в Георгиевский собор, можете спросить отца Илью Есина, отца дьякона нашего Баса, который как раз возглавляет у нас в Балагочине эту социальную службу. Состоится ли в день Светлого Христового Воскресения традиционный молодежный крестный ход? Можно ли мы будем примкнуть к нему? Да, конечно, у нас уникальная традиция в Одинцовском районе. Каждый год на Пасху из Георгиевского собора в Гребневский храм идет молодежный пасхальный крестный ход. В прошлом году уже там более тысячи человек приняло участие. Молодежь идет, поет пасхальное песнопение. И удивительно, как народ радостно реагирует, когда к ним также обращается приветствие Христос Воскресения. Правда, сначала немножко от неожиданности. А потом вдруг лица расплываются улыбкой радостно, отвечают воистину Воскресения. Еще раз повторяю, молодежный крестный ход в день Пасхи в Одинцово начнется в 15 часов и пойдет он от Георгиевского собора к Гребневскому храму. Там будет отслужена пасхальная вечерня и начнется праздник. Там город мастеров, выступления самодеятельных артистов молодежных, чаепития, много-много-много-много чего будет. Так что всех приглашаю принять участие. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Я думаю, что это будет крайний звонок на сегодня, потому что наша передача уже близка к завершению сегодняшней. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте нашему гостю ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Никита. Отец не сравнил, это вопрос. В современном понятии вера – это следование некому образу. Может ли, если по исследованию чистому и правильному с точки зрения морали образу ввести к пагубным последствиям? Ведь если так, то встает вопрос, спаситель ли тот, за кем мы следуем. Не совсем понял вопрос. Да, чувствуется достаточно. А еще на связи, Никита? Да. Может быть, уточнишь? Конкретизировать. Вы можете, я не совсем уловил смысл вопроса, Никита. Ну, конкретизировать могу. Я рассматриваю веру как следование некому образу, да? То есть, подобное, спасибо. Вера – это не следование некоторому образу. В Священном Писании вера – это упование вещей, которых мы не видим. Вера – это доверие тому, в кого мы верим. А не образу. Никита? Никита, вы еще с нами? Это, очевидно, Никита отключился. Ну, придется отвечать на вопрос, да, уже в отсутствии того, кто задавал. Вера – это доверие кому-то, правильно? Того, кого мы верим. Первое. Мы верим в Бога. Бог, мы верим в то, что Он дал нам свое откровение, которое изложено в Библии. Вот, ну, я не знаю дальше, в какую сторону раскрывать это. Вот чем, правда, нет. Ну, очевидно, у молодого человека, да, есть определенные знания, с которыми он, может быть, не знает, как это интерпретировать. Вы бы пришли в Георгиевский или в Гребневский храм, и тогда это проще можно было бы… Ну, как говорят, если доказать существование Бога, это будет уже не вера, а знание. И это немножко уже другое. Ну, и в завершение программы хотелось бы задать тоже вопрос такой, достаточно конкретный. В марте Министерство юстиции России приостановило деятельность одной из самых известных и, наверное, одной из самых неоднозначных сект, религиозных свидетелей Иеговы. Дело передано на рассмотрение в Верховный суд. Чем это закончится, решать, конечно, нашим судьям из Верховного суда. Тем не менее, хотелось бы узнать, действовали ли отделения секты на территории нашего Одинцовского района и вообще, насколько серьезную угрозу несет современное сектанство. Да, в двух словах. Буду говорить очень конкретно. Очень активны и пытаются вербовать молодежь нашу. Ходят по квартирам, распространяют литературу. И очень... Вчера я смотрел передачу «Россия-24», там был документальный фильм, показывался как раз по Иеговистам. И очень простой пример, как с людей собирают деньги. Деньги, деньги, квартиры. Я просто передаю то, что я там видел. И объясняется, что формально говорят, нет, мы с людей деньги не берем. Они сами нам приносят. И потом показывается инструкция, так сказать, конфиденциальная, как переводить деньги правильно за рубеж. Дело в том, что эта секта с центром Соединенных Штатов. И оттуда она распространяется. Во-первых, мы должны знать, что иеговисты – это не христиане. Это четко, ясно, однозначно. Библия у них совершенно другая, которую они выдают за откровение. И возникли они в конце 19 века. Все. То есть это некий коммерческий проект? Да. Ну что ж, батюшка, спасибо. Спасибо за информацию. Спасибо огромное за то, что, несмотря на свою занятость, пришли к нам сегодня в студию, ответили на вопросы. У вас в следующей неделе будет непростой. И я желаю вам хорошей Пасхи. Хорошей страстной Седмицы и Светлой Седмицы. А вот это я хотел бы, чтобы всем нам пожелать хорошей Пасхи. С наступающим Светлым Христовым Воскресеньем. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, архимандрит Нестор. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!